Всем привет, это Варлорд, сегодня снова мы поговорим про наборы по Лего Ниндзяга. В фильме появились изображения, к сожалению, пока вам я их не могу показать, так как они конфиденциальные, но под видео я оставлю ссылку на мою группу, где можно посмотреть на изображения. Обязательно после просмотра перейдите, так что сегодня я вам расскажу уже более детально про эти наборы, так как изображения у меня сейчас перед глазами. Мы также поговорим про фигурки и про цены на эти наборы. Ну и перед тем, как я расскажу вам про наборы Ниндзяга, немного информации. Как вы все знаете, на моем канале совсем скоро 100 тысяч будет крутой конкурс, крутой розыгрыш. Я уже рассказал, кстати, проспойлерил в одном из своих предыдущих видео про один из призов. Победитель получит всю линейку по власти времени первого полугодия 2017 года, так что давайте быстрее добиваем цифру и я делаю конкурс. Самый небольшой набор будет тренировка с пинжицу, будет стоить он 10 евро, но сейчас курс примерно 60 рублей, то есть сами можете посчитать. Если вы не хотите заморачиваться на дорогих наборах, я думаю, вам он всем очень понравится. В комплекте две фигурки Кай и Зейн и также несколько декораций для того, чтобы можно было сделать сценки. Идем далее. Манта Рэй Бомбер, следующий набор называется, 30 евро его цена. Но здесь на любителя. В комплекте из фигурок будет, сейчас вам скажу, Коул, Шен Ли, Грейт Уайт, так называется эта акула, и Шак Арми Ганнер. Но сейчас я вижу эти фигурки акул, в принципе, неплохие, но как злодеи точно не лучшие. А по поводу набора, скорее всего, не буду его покупать, так как мне он не нравится. Свои конструкции. Все-таки я привык в Ниндзяго видеть немного другие модели, которые мне ближе. Погоня по Ниндзяго Сити будет стоить 20 евро. Ну, здесь из интересного можно отметить то, как сделана часть города Ниндзяго Сити. Также есть небольшой полицейский фургончик, а из фигурок Ллойд Гармадон, Ния, Шак Армии. Так, я пока вам их не перевожу, так как точных названий не знаю. Также Хэм, который будет заправлять в этом магазинчике, и офицер местной полиции. Далее, водная атака Нии, ну или водяной паук Нии. 40 евро будет стоить. Ну, набор, честно, неплох. В комплекте Ния, Кай, Шак Арми Тхак, опять же, и Пафер. Красивая модель, довольно высокая. Ну и также мы сразу можем увидеть, что функции у него будут. В общем, внушительное транспортное средство. Далее набор, который я пока жду больше всего. 100% его куплю. Я думаю, вам всем он понравится. Это Щедрость Судьбы. Цена 170 евро. Ну да, не дешево. Но если обратить внимание на сам корабль, то это точно будет один из моих любимых наборов из Ниндзяга. Он, скорее всего, будет мне нравиться даже больше, чем Храм Аэроджитсу. Все-таки он на самом деле очень красивый, детализированный. И именно такими я бы хотел видеть все наборы по Лего Ниндзяга. Красивая каюта, также большое количество мини-фигурок. Здесь есть Кай, Джей, Зейн, Ния, Коул Ллойд и Ву. Кстати, у него здесь будет очень крутая фигурка. Ну и еще раз говорю, прямо сейчас можете пройти в группу и потом продолжить просмотр, чтобы лучше понимать вообще, о чем здесь идет у меня речь. Огненный мех 7615-70 евро. Для многих самый долгожданный набор. Разберемся с мини-фигурками. Кай, Зейн, Лаурен, Энри, Хэмерхэд и Джелли. Ну, если посмотреть на набор, то он крут, но я не знаю, все-таки более такой вот весь футуристичный. А в Ниндзяга я люблю здания или корабли вот такие, как тот за 170 евро. Так что мне он не очень понравился, хотя я думаю, многие из вас, думаю, оценят. Один из самых достойных и лучших наборов в серии, как ни странно, один из самых небольших. 30 евро, 7608, падение мастера. Чем же привлек набор? Во-первых, неплохой детализации. Здесь вы можете увидеть действия, которые развернулись в джунглях. Здесь переданы скалы, подвесной мост и также руины. Ну а фигурки вообще топ. Кай, Сэнсэй Ву и Лорд Гармадон. Ну, Сэнсэй Ву и Лорд Гармадон вообще лучшее противостояние, мне кажется, в мультике будет. Ну и если мы это получаем в небольшом наборе за нормальную, более-менее цену, то это вообще, мне кажется, все должны себе такой набор приобрести. Далее набор тоже я его оценил. Он очень классный, храм абсолютного оружия. Будет стоить он 100 евро. Ну тоже для таких размеров, кстати, не самая высокая цена. Здесь есть у нас фигурка Джангл Гармадон. Гармадон из джунглей, странное название, но как вы видите, его костюм здесь отличается от тех, который был в наборе с Дракон Ллойда. Скоро я вам о нем расскажу. Но здесь он тоже, кстати, крутой. Также есть фигура Коул, Кай, Ния, Джей, Лорд и Зэн. Полная команда нидия, но на серость не в масках, как было в корабле, а с прическами. По поводу набора, большой храм в восточном силе с отличной детализацией, огромными воротами и двумя каменными животными, которые будут его защищать. В целом, хорошее противостояние получится из этого набора. Механический дракон зеленого ниндзя. Раньше думал, что будет моим любимым набором. Он мне понравился, но не больше, чем, например, тот же храм. В комплекте из фигурок будет зеленый ниндзя в Угармадон. В крутом костюме, который гораздо лучше того, который у нас будет в падении мастера и храме абсолютного оружия. И также Чарли. Дракон хороший, красивый, детализированный, большой. Ну и последний набор истребителей Джей, 60 евро. Мне он не очень понравился. Ну, не люблю такие вот большие все истребители. Но давайте на фигурки, что ли, взглянем. Джей, Эд, Эдна, Красти, Шакармид Хак и Джейли. Ну, набор хорош тем, что приемные родители Джей есть, конечно. Ну, в принципе, на любителя, так скажу я вам. Ну, а сейчас обязательно переходите в группу и смотрите на эти наборы, на красивые изображения. Можно их в качестве посмотреть. Ставьте лайки и пишите в комментариях, на какой из этих наборов хотели бы увидеть обзор. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok